Итак, мы сейчас все находимся с вами в таком интересном возрасте, когда уже можно оценить, вот, если бы нам что-то предложили одно взять из нашей юности, что бы мы выбрали для себя, юношеское тело, юношеский разум или юношеское сердце? Что бы вы выбрали? Юношеское тело, юношеский разум или юношеское сердце? Сердце. А почему сердце? По здоровью, да? Под солнцем, то тело. А под солнцем, то тело. А так вот? Ну, у кого какие? Сердце. Сердце. Тоже сердце? Тоже сердце. Ну, Раю мы спрашивать не будем, потому что у него все есть. Да. Ну, сердце сейчас, наоборот, лучше стало. Мозгов никаких не было, сердце испорчено, что в юношестве, что, в принципе, я была неверующая, тело было хорошее. Вы бы что взяли? Сердце, тело, разум? Какой там разум, Юношес? Сердце. Света. Для себя тут тело было. Тело, да? Саша? Смотри, сердце, тело у меня самосвязи. Сердце. Ну, вот сердце, я не знаю, ну, почему так вот, я себя вспоминаю, наоборот, в юности, вот то сердце. Ну, плюс к этому прибавилась вера, это замечательно. Ну, вот то, что было тогда, такая вот уверенность в себе, уверенность в будущем, какое-то такое, ну, такое вот, какое-то видение, такое вот в розовом свете. Ну, если это сейчас, еще плюс опыт, и еще то сердце, да, пламяное, которое горит. А еще плюс тело. Не, ну, тело-то... Да, зуб. На что-то одно выбрать. Что-то только одно можно выбрать. Ну, разум однозначно обратить внимание. Разум никто не выбирает. Почему-то никто не выбирает разума. Потому что, да, обычно выбирают либо тело, либо сердце. Вот это вот, вот разум обычно, потому что, действительно, какой у нас тогда был разум, да? Ни опыта, ни знаний, ни вот этого видения, вот такая сплошная эйфория и молодость, такое здоровье, да. Ну, и давайте посмотрим, что рассуждает Экклесиас на тему юности. Это 11 глава с 7 стиха. Сладок свет, и приятно для глаз видеть солнце. Если человек проживет и много лет, то пусть веселится он и в продолжении всех их, и пусть помнит о днях темных, которых будет много. Все, что будет суета. Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во все дни юности твоей. И ходи по путям сердца твоего, и по видению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. Вот. И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй зло и от тела твоего, потому что детство и юность – это суета. Вот с одной стороны, веселись, юноша, ну классно быть молодым. Ну, помни. Что все предстанет пред судом Божьим. То есть, в принципе, не стыдно быть молодым, активным, здоровым, веселым, горящим, энергичным. Почему мы говорим «не стыдно»? Мы специально это слово употребили. Потому что, к сожалению, люди в возрасте смотрят вот так вот на веселяющихся молодых, как будто они творят. Да, да, прыгайте, прыгайте, да. С нихотворцы, там, как еще называемых таких вот молодых, там, прожигающие жизнь и так далее. Вот, ну, вы знаете, Игрицизм говорит, нормально это все. Согласно, что там чисто все было. Единственное, что помни, да, единственное, что помни, что все предстанет перед Творцом. А люди сейчас живут, как будто бы Бога нет, да? Мы уже говорили о том, что мы… Как будто я буду жить вечно. Да, как будто я… Мы однажды слышали такое на русском радио, да? Я решил жить вечно, пока все получается. И вот все люди так живут, как будто оно так и будет и дальше получаться. А ведь это не будет так до конца жизни. То есть все равно настанет такой момент, когда мы пристанем перед Творцом. И, в принципе, вот то, о чем мы говорили вот по эклистянству в предыдущих главах, это имеет отношение не только к таким зрелым, обудрелым опытом. Это имеет отношение к каждому периоду жизни, в любом возрасте. И вот еще интересный момент. Удаляй печаль от сердца твоего. Ну, вроде понятно, да? Веселись, будь энергичным, смотри и наслаждайся жизнью. Но уклоняй зло и от тела твоего. Это вот как? Это что значит? Уклоняй зло и от тела. Ну, мне кажется, это все уже влияние, размыселье, так и прочее. То есть, смотрите, как бы на одну планку он поставил. Одно дело то, что это сердце-то, ничего же никто не знает, не видит, да? Там, похоть у меня, злоба на кого-то или еще что-то. Вот это надо удалять. Ну, и от тела. От тела то, что видимо. Ну, да. Там, человек курит, блудит, там, наркотики употребляет, сплетничает. Ну, то есть, то, что как бы вот видно. И все это на одной планке. Все на одной планке идет. Татуировки, как это относится? Татуировка? Тоже плохо. Ну, как? Силитет, что происходит. Ну, это то, что было в твоей жизни, но то, что осталось видимым. А если уже человек христианин, он накалывает татуировки? Сейчас можно, да, нет? Ну, как понять? Не, ну, если он накалывает, я люблю Христа, но пусть накалывает. Ну, это отношение неоднозначно. Нужно просто знать, что теперь это останется на всю жизнь. И люди будут смотреть на твои накалки. Кстати, вообще накалки воспринимаются в обществе как, ну... Ненормальные. Ненормальные, да. Ну, опять же... А пройдет лет 20-30, и вот те вся та молодежь, которая сейчас наколола себе там и розочки, и паучков, тут и колючую проволоку, и купола там, да, мы знаем, откуда они все это идет. Они-то вырастут? Вот, они станут взрослыми людьми, а дети будут смотреть, они говорят, у меня папа с мамой все в накалках. Значит, это нормально? А может, это нормально. А может, это нормально? Может, это нормально. Ну, в общем-то... Ну, в нашем обществе отношение, конечно, такое. Не надо. Ну, и смотрите, дальше идет противопоставление вот юности, противопоставляется она со старостью. И потрясающе, вот я еще нигде, вот сколько не читал литературы художественной, вот такого прекрасного описания старости, таких поэтических сравнений, я еще нигде не нашел. Это 12 глава с первого стиха. «И помни, Создателя твоего, в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни, и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них». Вот тяжелые дни, вот с чем у вас с такой, с понятием наступили, тяжелые дни. Вот когда вот для вас что-то тяжело, вот вы как ходите, вот тяжелые дни, вот во-первых, такими становимся, да? «Пока не померкли солнце и свет, и луна, и звезды». Здесь это что имеется в виду? Старость. «Зрение ухудшает». Все, померкло солнышко, звезды уже… Ухудшение зрения вот таким вот поэтическим языком здесь описывается. «И не нашли новые тучи вслед за дождем». То есть глаза уже все, не видят этого ничего. Тучи позакрыло небо. Слезливость наступает у людей. Дождик начал капать из глаз, да? Да. Третий стих. «В тот день, когда задрожат стерегущие дом». Что это такое? Дрожь вот эта вот идет. Да, да, смотрите дальше. «И согнутся мужи силы». Да, то есть муж силы обвисают, да? Колени подогнулись, потому что уже немного их осталось. И помрачаться смотрящие в окно, глаза уже все, не могут смотреть. И просто неплохо видят, вообще не видят, да? «И запираться будут двери на улицу». То есть что такое двери на улицу? Дверь на улицу. Слух притупляется. Понимаете? «И когда замолкнет звук жернова, не слышит ничего человек, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут до черепения. Вставать по крику петуха, все, бессонница». Почему ты бы читал это, что молоть? «Перестанут молоть мелющие, зубы выпадают». «Перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось». Понимаете? Смотрите. Да, это я пропустил этот момент. Будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут до черепения, то есть бессонница, и опять проблема со слухом. И высоты будут страшны, и на дороге ужасы. То есть когда мы поднимаемся по лестнице в этом возрасте, это уже на пятый этаж подняться. И по дороге ужас. Сколько можно пройти километров? То есть и нервы не в порядке, и страхи разные, конечно. То есть все это идет вместе. И зацветет миндаль. Зацветет миндаль. Миндаль всегда был олицетворением белизны. Седина. Седина появилась. И отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс. Но вот в отношении кузнечика, что это такое? Уже нет той живости, да? Придкости. Резвости. А каперс – это стимулирующие средства. К сексуальной активности. То есть сексуальная активность. Виагра уже не поможет. На нет. Понимаете? Вот такое поэтическое описание старения организма. Вы знаете, это самое поэтическое, что мы могли вообще когда-либо прочитать. Вообще просто удивить. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы. Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем. И возвратится в прах в землю, чем он и был. А дух возвратится к Богу, который дал его. Вот замечательные слова. Но суета-сует, сказал экклесиаст. Все суета. И вот казалось бы, с одной стороны такое поэтическое описание. А с другой стороны как-то грустно, да? Вот это все наступает, и уже зубов мало осталось. Вот это и красиво описано, а понимаешь... И глаза закрываются, и уши не слышат, и дрожь в коленках. И вот, знаете, есть потрясающее сихотворение у Александра Савченко. Сихотворение называется «Весна-воскресенье». Вот когда у нас наши девочки были маленькие, они эту песню приложили на музыку. Они там играли вариацию, и они говорят, слушай, мам, папа, вот под эту вариацию очень хорошо лягут эти слова. И особенно, знаете, как слова запомнились такие. «Отрицающие Господа, знай, во Христе мы к бессмертию причастны». Смерть – зима, но наступит весна. Вечная жизнь и вечного счастья. И весенние листвы изумрут, и небесный шатер бирюзовый никогда, никогда не умрут, обратившие Господу взоры. Да, наше тело ветшает, да, уже все это происходит, что мы прочитали. Да, здесь на земле мы проходим. В период весны, лета, осени. Наступает зима вот со всеми этими последствиями, да, ну если такой метафорой пользоваться. Но потом опять наступит весна. Уже вечная жизнь и вечное счастье. Вообще совершенно потрясающие слова. И мы после этого предстояния перед Господом, да, обретем вот эти все в новом теле все преимущества, все возможности. Однажды нам одна радиослушница позвонила в эфир и говорит, вот у меня старенькая мама, вот она уже раздражает меня, она постоянно плачет. Смотрит новости и плачет. Я ей что-нибудь рассказываю про внуков, про ее плачет. Просто вот сидит, пьет чай, плачет. И руки у нее там трясутся, да, и уже там держать сама не может нормально все. Раньше хоть вязанием занималась, сейчас у нее и это не получается, там она из-за этого расстраивается, опять плачет. И когда мы спросили, а ваша мама верующая, она говорит, нет. И вот этот ответ нет, он уже, в общем-то, сказал все за себя. То есть вот это идет плач. Плач, ну, с одной стороны, ну, судя по тому, что рассказала своей маме, это женщина, это добрейший души человека, который переживает за человечество. Помните, мы с вами когда проходили вот периоды нашей жизни. В нашей теме уроки для родителей, мы там проходили такие возрастные периоды, когда человек обращается, кто для него значим, в каком периоде времени. И вот мы говорили, что если у человека все было более-менее гармонично в жизни, что в конце он переходит к такому, что он любит все человечество, он жалеет все человечество. Ну, так должно быть. Так должно быть. Тогда у человека появляется мудрость. Пришла к такой мудрости, но она не пришла к самому главному. Тело-то обветшало, а дух, который пойдет к Богу, где будет находиться он? И вот она говорит, ну вот если, вот мне, и она задала такой интересный вопрос. Но я знаю, что священника надо вызвать очень дорого. Денег у нас не так много. Но стоит ли вот на это потратить деньги? И мы говорим, вы понимаете, вот если мерить вот вечность категориями денег, то вы ее не купите. Но если вы говорите о деньгах, как о возможности рассказать вашей маме, если эти деньги послужат... Об этой вечности? Об этой вечности. Вы знаете, если даже нужно имение будет продать, продайте. Потому что вот для вашей мамы это самое важное, что она вот сейчас в этом состоянии может приобрести. Но интересно, что было потом, когда мы с этой женщиной поговорили, тут же позвонили один человек, второй, третий, говорит, вы знаете, пусть в этот храм идет, там у нас бесплатно ходят батюшки, пусть к нам в церковь она обратится, у нас бесплатно ходят души попечители. Вы знаете, то есть люди практически прям в прямом эфире вот к этой женщине откликнулись. Вот действительно, как важно, что вот на вот этом вот пороге вечности... Но почему нас призывает экклесиаст? Чтобы уже в юности, чтобы в старости не возникали такие проблемы с духом, уже в юности можно сделать правильный выбор в сторону истины, правда? Он говорит, смотрите, помни Создателя твоего в дни юности твоей, пока еще не пришли тяжелые дни. Там уже будет тяжелее такой выбор сделать. Ты уже становишься таким более закостенелым, ригидным, уже как-то прожил жизнь. С одной стороны, вроде и опыта много, и можешь оценить, что произошло, с другой стороны, ну я же так всю жизнь прожил. Вы знаете, однажды... Уже поздно что-то менять. Нас пригласили в Центр социального обеспечения. Ну что такое Центр социального обеспечения? Это центр, который занимается, ну, попечением о людях, которые на пенсии. Вот. У нас пригласили, чтобы, ну, как психологи просто, ну, поговорите с ними вот именно о вот их возрасте. О том, что, ну, что в их возрасте не так уж прям все плохо. Потому что, в основном, говорят, так вот у нас собираются за чаепитием, вот бабушки и дедушки, только все идет негатив. У нас такое общение будет еще хуже им становится, чем вот они когда к нам приходят. Вот. Ну, мы долго думали вообще, ну, вообще, как вы, о чем там говорите? И получилось так, что я там была одна, Михаил не смог пойти. Вот я пошла на эту встречу. И вот я думала, ну, Господи, дай мне вот с чего начать, вот с чего оттолкнуться? И вот, значит, прихожу я в этот зал, и вот там выставлена литература. Это было все в зале библиотеки. Значит, литература специально для бабушек, для дедушек, которые придут сейчас на эту встречу. Я смотрю литературу. Значит, как держать свое тело в состоянии здоровья. А как поддерживать там свое внутреннее состояние психологически, тренинги психологически. В общем, хорошая литература. Хорошая литература. Но. Ни одной книги. Библии. Вот, понимаете? Ну, я спросила у заведующей библиотеки. Я скажу, пожалуйста, у вас библия есть? Она говорит, есть. А почему она в своей положении? Она говорит, знаете, я боюсь, что если я положу библию, то у них вот сразу будет с ассоциацией смерти. То есть, как бы она ни положила, ни по каким другим соображениям. А вот именно вот по таким соображениям, что вот почему-то библия вот будет сразу... Покойником. Да, типа как покойником. Вот там крест, библия. Такой стереотип. Да. Вот. И, вы знаете, когда я начала вот разговаривать, и вот это то, что я сам сказал, как замечательно, что у вас есть вот такое здание, такие люди, которые о вас заботятся, где вы можете собираться. Замечательные книги, читайте их. Они вам очень нужны. Я потом сказала, ну, знаете, ну, самую главную книгу, которую вам нужно, обязательно читать. Причем, говорю, если вы ее еще не читали, не поздно. Если вы ее уже начали читать, продолжайте читать. Начните читать книгу, библию. И я говорю, вы знаете, я просто попросила заведующего, положите ее. Вы заговорите, что она у вас есть. Вот, и знаете, и потом как-то я, ну, от этой темы ушла, потому что это все-таки светское заведение. Мы стали говорить о возрасте, о мудрости, что они могут дать своим детям, что они могут дать своим внукам. Какой-то замечательнейший возраст. Это возраст, когда действительно они собирают плоды, и они могут эти плоды раздавать вокруг себя. Ну, там много, мы говорили, знаете, как-то получился очень хороший разговор. И что меня порадовало, что потом практически каждый ушел, ну, хотя бы вот либо с Новым Заветом, потому что геномцы там хорошо поработали, там много было нового заведения. Гидеоновцы. Гидеоновцы, а я что скажу? Гидеоновцы. Вот, понимаете, то есть у людей вот это вот проснулось. Вот интересно было, что как-то, честно говоря, немножко у меня запал сначала страх, когда заведующий сказал, думаю, сейчас начну, как говори, скажешь, ну вот, пришли, а тут нам. Вы знаете, и очень легко шел разговор о смерти, как о переходе. Антуан де Сент-Экзепери сказал, если ты вдруг почувствовал, что твоя жизнь потускнела, ну, сотри с нее пыль, и она опять заблестит. Причем в любом возрасте. Вот вообще потрясающие слова. Если ваша жизнь потускнела, просто сотрите с нее пыль. Жизнь не может быть тусклой. Просто это против ее природы, против природы жизни не блестеть, понимаете? Сотрите просто с нее пыль. И вопросы для размышления. Вопросы на дом, на которые нужно будет подумать. В каком месте потускнела ваша жизнь? Потеряла тот былой блеск. Может быть, она везде потускнела, да? И как можно стереть эту пыль? ТВ-семинари – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com. Ну, тут, конечно, можно дальше задавать вопросы. Кто вам может в этом помочь? Кому вы можете помочь, видя, что у человека уже так радость уходит, чтобы опять ее возродить? И как вы можете помочь? То есть, ну, понятно, что эта тема очень может быть широкая, причем независимо от возраста. На эту тему можно говорить как с подростками, так и… И в юности, так и… Когда каперс не помогает, и кузнечик не прыгает. И в том возрасте тоже эта тема, вы знаете, совершенно может замечательно прозвучать. И миндаль цветет. Ищите нас в поисковых системах по запросу «ТВ-семинария». Субтитры создавал DimaTorzok